Здравствуйте! Несмотря на то, что мы живем в 21 веке, технологии ушли далеко вперед. Такие слова, как СПИД и ВИЧ, для многих звучат как приговор. За первые полугодия 2018 года в России выявлено почти 52 тысячи новых ВИЧ-инфицированных. Каждый час в нашей стране заражаются 10 человек. Какова ситуация в Чувашии и что делать, если инфицирование все же произошло? Мы поговорим сегодня со специалистами Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Знакомьтесь, у нас в гостях Алексей Щербаков, главный врач Республиканского центра СПИД. Здравствуйте! Константин Михайлов, заместитель главного врача. Здравствуйте! Татьяна Скрипина, врач-инфекционист. Здравствуйте! И Ирина Кочерова, заведующая отделением организационно-профилактической работы и социальной правовой помощи. Здравствуйте! Здравствуйте! Давайте начнем с ситуации по стране в целом. Алексей Алексеевич, действительно такая статистика – 10 человек за час. И какова ситуация в Чувашии? Какое место мы занимаем среди регионов, если такая, конечно, статистика вообще есть? Расскажите, пожалуйста. Ну, наверное, надо начать с того, что 1 декабря во всем мире отмечается день борьбы со СПИДом. Эта акция идет под эгидой «Остановим ВИЧ-инфекцию, стоп, ВИЧ-спит». Она проводится в России, она проводится в других странах. И, в общем-то, акция проводится где-то 7 дней, где-то 10 дней. И проводиться она должна, эта работа, конечно, постоянно. Не могу не сказать следующие цифры. В Российской Федерации всего зарегистрировано где-то 1 миллион 300 тысяч ВИЧ-инфицированных. 300 тысяч из них, к сожалению, умерли от разных причин. Но около миллиона ВИЧ-инфицированных проживает в Российской Федерации. Заболеваемость в России в целом выше, чем у нас. В 35 регионах заболеваемость составляет 0,5% пораженность. То есть это 35 регионов, в которых проживает где-то 59% населения России. Если сказать о нашей Чувасской Республике, то у нас это показатель где-то 0,17. То есть в 3 раза практически он меньше. Но успокаиваться тут ни в коем случае нельзя. Если говорить о ситуации, вот сколько за 10 месяцев выявлено. За 10 месяцев по России выявлено 85 тысяч ВИЧ-инфицированных. И к концу года эта цифра подходит близко к 100 тысячам. Рост заболеваемости, что очень отрадно отметить, проценты роста, они снижаются. Если раньше ежегодный рост составлял 10%, потом 4%, то вот за 10 месяцев данного месяца у нас уже данного года никакого роста нет. То есть заболеваемость стабилизировалась. Ну, теперь, видимо, перейдем к Чувашской Республике. Чувашская Республика у нас относится к территориям, благополучным, скажем, по ВИЧ-инфекции. Ну, это не просто благополучно. Это благодаря труду многих тысяч медицинских работников и не только медицинских работников. Поскольку те мероприятия, которые проводит наше государство, которые посвящены здоровью, укреплению здоровья, здорового образа жизни, все это влияет и на ВИЧ-инфекцию. Наша заболеваемость, она 2,5 раза в этом году ниже российской заболеваемости. Пораженность у нас, она в 3,8 раза ниже российской. Ну, естественно, вы все понимаете, что если брать регион с низкой заболеваемостью и регион с высокой заболеваемостью, у нас сейчас широкие миграционные процессы идут. И, естественно, многие наши жители нашей Чувашской Республики, выезжая на заработки, выезжая на учебу, еще куда-то на длительный срок, скажем, они, к сожалению, заражаются за пределами Чувашской Республики и приезжают уже больные. Поэтому вот тут хочу сразу обратиться к этим гражданам. После приезда из длительного отсутствия, я бы просил все-таки обследоваться на ВИЧ-инфекцию, прийти, если были какие-то сомнительные связи. Это надо сделать обязательно. Ну, не только на ВИЧ-инфекцию, можно и другие заболевания взять, такие как туберкулез. Про Чувашеву еще необходимо дополнить следующее. У нас заболеваемость в Чувашской Республике тоже неоднородна. То есть наибольшая заболеваемость у нас отвечает в Маргаушском районе, ну, в этом году в Батревском районе. Ну, это благодаря мероприятиям по выявлению. Так тоже нельзя, где она особо высокая. В Канажском районе. Город Новочебоксарск выбивает из общей ситуации. Ну, немножко... То есть с чем вот в этих именно районах или городах? Значит, с чем это связано? Тут много причинно-следственных связей. Во-первых, заболеваемость в городе Канаши. Она у нас была с 2001 года, очень высокая. Там была у нас вспышка, наркотрафик проходил через Канаши. И там общее количество ВИЧ-инфицированных, которые проживают в Канаши, то есть оно в разы выше, чем у нас в Чувашской республике. И это одна из причин. Ну, вторая причина, все-таки, Канаши у нас узловая станция. Вы сами прекрасно знаете. Ну, в основном, значит, основными причинами у нас два пути основных. Это гетеросексуальный, в том числе гомосексуальный путь у нас сейчас усиливается, кстати говоря, тоже, в основном гетеросексуальный. Более 50% занимает гетеросексуальный путь. И, значит, несмотря на то, что количество у нас употребляющих наркотиков граждан становится все меньше и меньше, благодаря работе как на наших службах МВД, так и наркодиспансеры, хочу отметить, но у нас сейчас меняются наркотики. Они идут из пинов, которые идут инъекционным путем, на другие наркотики, более другие, допустим, не внутривенные, но ведь, к сожалению, эти наркотики обостряют половые функции. То есть люди начинают неудержную, скажем, и неправильный образ жизни. То есть это приводит к заражению тем же самым половым путем, понимаете? Социальный портрет больного СПИДа. Мы тут уже разговаривали, что возраст у нас сейчас, заболевание перешло с молодого возраста, если раньше до 25-29 лет основная заболевание была, то сейчас у нас болеют в основном 30-39 лет. Зрелый работоспособный возраст. Значит, в основном болеют у нас неработающие населения. То есть неработающее население, вот мы как-то посчитали в показателях, оно где-то у нас 27 раз, по-моему, чаще болеет, чем работающее население. То есть, видимо, образ жизни неработающее население ведет тоже под дом. Студенты болеют немного, учащиеся болеют. Вообще практически очень мало, да? Но что хочу еще отметить, вообще социальный портрет может быть таким, да? Но определить ВИЧ-инфицированную, ВИЧ-инфицированную или не ВИЧ-инфицированную, это ведь интересует, в общем-то, сразу всех, да? Да. Понятно, если человек потребляет наркотики, то шансов, что он ВИЧ-инфицирован, у него гораздо больше. Но в последнее время у нас эпидемия ВИЧ-инфекции ушла из ключевых групп населения, она уходит в общие группы населения. И сказать вот такую вещь, что данный вот человек является ВИЧ-инфицированной, говорит, нет, мы не можем. Внешние какие-то признаки нет? Если это уже не стадия СПИДа, мы с вами не увидим. Это обычный, нормальный, здоровый, красивый человек, возможно, да? И поэтому, вот поэтому встает немножко другая задача. То есть можно диагноз ВИЧ-инфекции поставить только лабораторно, эпидемиологически и клинически. Но первое, что человек должен знать и понимать, надо лабораторное обследование. И поэтому я призываю, опять же, всех, крашенам, вот в эту неделю борьбы со СПИДом пройти обследование на ВИЧ-инфекцию. Поскольку обследование на ВИЧ-инфекцию абсолютно у нас бесплатно, добровольно, можно в поликлинике по месту жительства это сделать. Можно прийти в центр СПИД, получить консультацию и сделать это у нас. Ну и естественно, когда вы собираетесь рожать детей, собираетесь создавать семьи, да и просто, скажем, собираетесь с кем-то дружить или жить, то, пожалуйста, придите к нам и обследуйтесь, чтобы не было впоследствии никаких проблем. Кому же нужно обследоваться в первую очередь? Может быть, туристам, которые в экзотических странах бывают чаще других? В принципе, уже Алексей Алексеевич сказал, кому нужно, в принципе, обследоваться. Но я хочу сказать, если так вот посмотреть по данным ЮНЕЙТ, самая высокая пораженность – это страны Африки, это Индонезия, Австралия там в этот момент. То есть поэтому, конечно, если люди там… Были такие ситуации, что они вступали в незащищенный половой контакт, то, конечно, они должны, если они приехали из тех стран, то, конечно, желательно обследоваться. Для того, чтобы быть уверен в себе, чтобы сделать так, чтобы не заразить других людей, конечно, нужно обследоваться, у кого был опыт приема наркотических препаратов, кто просто живет с человеком, чей ВИЧ статус неизвестен. К сожалению, бывает так, что у нас выявляются пациенты, которые жили уже со своими как бы… Партнерами. Партнерами, да. И потом вдруг у них было снято, что они ВИЧ-инфицировались. И порой и партнер, не знал, тот, который заразил, не знал, что когда-то он заразился ВИЧ-инфекцией. То есть можно пройти всем, да? Конечно. Проверьте, спать спокойно. Да, пройти всем, обследоваться, а уж потом как бы сожить. Ну и все, конечно, люди собираются создать семью, завести детей. Ну, а то, что у нас проводится, это тестируем бесплатно. Обязательно дуя после тестового консультирования, которое очень важно. Это для чего вы вообще тестовый консультирование проводите? Для того, чтобы выявить, были ли вообще у человека рискованные ситуации. Потому что если не провести, мы можем упустить тот момент, что у человека был риск заражения. И человек, получив отрицательный результат, успокоится, подумает, что все у него хорошо. А при ВИЧ-инфекции есть такой период, период скрытого окна, когда человек еще не знает, и в анализах данный момент не показывается. Сколько времени? Этот период длится в среднем от трех недель до трех месяцев, но может и длиться даже до 12 месяцев. Поэтому вот этот период очень коварен в этом плане. И очень важно провести с человеком, который проходит тестирование, обязательно дуя тестовый консультирование, чтобы выяснить, были ли у него в прошлом рискованные ситуации. Во времени, чтобы понять, когда он заразит. И если вдруг он скажет, что все-таки рискованные ситуации у него были, то, конечно, ему предлагают наши специалисты пройти обследование через 3, 6 и 12 месяцев после рискованной ситуации. Татьяна Евгеньевна, какую помощь в центре оказывают людям, которые вот уже заболели СПИДом и ВИЧ-инфицированным являются? Во-первых, врачами-инфекционистами Центра СПИД выставляется диагноз ВИЧ-инфекции инфицированному пациенту. После этого он находится под наблюдением Центра СПИД пожизненно. Беспонсерное наблюдение включает в себя регулярные определенные сроки обследования на иммунограмму, то есть на уровень иммунных защитных клеток, на вирусную нагрузку ВИЧ, то есть это количество вируса ВИЧ в крови, и на определение сопутствующих и вторичных заболеваний. После этого, пройдя ряд дополнительных обследований, пациенту уже назначается высокоактивная антиретровирусная терапия, которую он также должен принимать пожизненно. Антиретровирусные препараты блокируют размножение вируса ВИЧ, тем самым способствуют сохранению и восстановлению, улучшению иммунных защитных сил организма. То есть это препятствует развитию тяжелых бактериальных, вирусных, онкологических и оппортунистических заболеваний, которые в конечном итоге могут привести к гибели пациента вследствие развития стадии СПИДа. Таким образом, антиретровирусные препараты, они продлевают жизнь пациента, улучшают качество жизни, позволяют трудиться, ну и вести полноценный образ жизни. Таким образом, позволяет даже ВИЧ-инфицированные беременные иметь родить здорового ребенка. Поэтому врачами Центра СПИДа и врачами женской консультации роддомов идет большая работа по профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку. Эта перинатальная профилактика, она состоит из трех этапов во время беременности, в родах и новорожденному. И вовремя начатая и полноценно проведенная трехэтапная профилактика позволяет снизить риск рождения ВИЧ-инфицированного ребенка до 1-2%. То есть человек приходит к вам, и вы его уже ведете, скажем, всю жизнь, на протяжении жизни, принимает препараты. Да, он у нас по жизни, да. Регулярно приходит на обследование и на получение препаратов. А с другими структурами как вы взаимодействуете? Вот вы сейчас сказали немножечко. Во-первых, да, мы всегда взаимодействуем с поликлиниками по месту жительства, где наши пациенты проходят ряд обследований, такие как флюорография органов грудной клетки, УЗИ внутренних органов, ЭКГ, консультации узких специалистов. Далее сотрудничаем с стационарами города, где оказываем консультативную помощь по лечению ВИЧ-инфицированных, которые находятся в условиях стационара. Также всегда консультируем детские поликлиники, где наблюдаются ВИЧ-инфицированные дети и дети, рожденные от ВИЧ-инфицированных матерей. То есть дети тоже впоследствии должны обязательно обследоваться? Да, дети до полутора лет. Даже если здоровый родится ребенок, да? Да, обязательно ходят под диспансерным наблюдением Центра СПИД, ну и также детской поликлиники. А с полутора лет можно уже жить спокойно? После полутора лет снимается диагноз ВИЧ-инфекции при отрицательных результатах, конечно, и дальше он живет, как обычный ребенок, ходит в садик, в школу. Также мы сотрудничаем с противотуберкулезным диспансером, в котором проходит обследование пациента на наличие активного туберкулеза или же уже получает лечение туберкулеза, развившегося на фоне ВИЧ-инфекции. Ну и самое тесное наше, наверное, постоянное сотрудничество – это с женскими консультациями, где наблюдаются ВИЧ-инфицированные беременные, и с роддомами, в которые они поступают именно с определенными рекомендациями Центра СПИД по введению беременных. Беременность стоит на учете параллельно женской консультации и у нас в Центре СПИД с момента выявления у нее ВИЧ-инфекции или же обнаружения беременности. Регулярно она приходит к нам на клинические анализы и на осмотр. После каждого осмотра мы выдаем медицинское заключение, которое она относит к женскому консультацию, то есть мы видим работу акушеров-гинекологов, они видят нашу работу, и в дальнейшем знаем мы тактику поведения этой беременной. И в роды она уже приходит с заключением, в котором описано, как вести роды, как вести новорожденную в каждой конкретной ситуации. А молоком она потом может грудно? Нет, грудное исключено, потому что риск передачи до 25% при грудном скармливании. Поэтому только искусственное скармливание. Спасибо. Ирина Владимировна, вот все-таки, чтобы не допустить, какую работу профилактическую ведете в УСМ-центре? Вы знаете, согласно государственной стратегии по противодействию и распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации, основное мероприятие – это информирование по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Конечно, специалисты должны формировать у населения ответственное отношение к своему здоровью, укреплять традиционные ценности, морально-этические ценности. Для этого проводятся различные мероприятия. И эти мероприятия не связаны только, например, именно с акциями, которые проводятся два раза в год у нас. Но очень часто, знаете, люди путают, что только в эти дни. Знаете, это должно проводиться постоянно. Постоянное информирование населения. Это проведение лекций, бесед. И оказывается, не только специалисты нашего центра, это все медицинские работники, всех медицинских организаций. Охватить всю республику без помощи других специалистов, других организаций нам было бы очень сложно. Также мы информируем благодаря телевидению. То есть у нас демонстрируются социальные ролики на радио и телеканалах. Пускай хоть один раз кто-нибудь увидит и услышит. Мы печатаем статьи, газеты во всех муниципальных изданиях, где размещается информация о том, что такое за заболевание. Приглашаются люди на тестирование. Куда обратиться. Куда обратиться, где можно пройти тестирование, как это проводится. Потому что часто люди не знают, что на ВИЧ-инфекцию проводятся абсолютно бесплатные. Реально с каждым доктором не поставишь. Который скажет, так не поступай, так не делай. То есть это каждый человек должен сам понимать. Он обязан сохранить свое здоровье. Что отражено вот в этой как раз статье. Хорошо. Константин Борисович, лечение, диагностика СПИД и ВИЧ не единственный профиль вашего центра. Я так понимаю, правильно? Какие еще обследования можно пройти у вас? Ну, во-первых, конечно, у нас круг обследований не ограничивается. Только обследование на ВИЧ-инфекцию. У нас также можно пройти обследование на вирусные гепатиты В, С. Помимо этого, у нас есть обследование. То есть мы, вернее, приобрели два прибора благодаря поддержке Минздрава Чуваши. Это мультиплексный ПЦА-анализатор в реальном времени. Что он дает? ИФА-анализатор. Вот и дальше продолжаю мысль, что дает нам возможность проходить обследование на торч-инфекции. Это токсоплазмоз, это сифилис, ветряная оспа, краснуха, цитомегаловирус. То, что при беременности. То, что, да, именно, вот сейчас я вам поясню, это именно те инфекции, которые передаются при внутробном развитии. И поэтому призываю, как говорится, проходить парам, которые планируют беременность, данное обследование, чтобы рождался здоровый малыш и формировалось здоровое поколение следующее. Направления нужны от специалистов, чтобы прийти к вам? Нет, нет, направления никаких врачей нам не нужны. Основное условие – это желание пациента. Обследование у нас проходит бесплатно на все, только ВИЧ-инфицированные пациенты. Все товарищи, которые приходят к нам и хотят обследоваться. Поскольку мы не работаем в МС, это идет у нас чисто за счет наших вложений. И поэтому вот эти обследования будут иметь платный характер. Еще раз повторяю, что обследование на ВИЧ-инфекцию для граждан РФ и граждан Республики Беларусь будет бесплатным. Я уже говорил, что у нас есть две цели у нашей стратегии. Это борьба, то есть снижение заболеваемости и снижение смертности. Вот если посмотреть по России, то у нас смертность, она немножко даже растет. 17,2% по России рост смертности произошел от ВИЧ-инфекции. Не от СПИДа, а от ВИЧ-инфекции. Это немножко разные понятия. У нас же в Чувашской Республике смертность пока остается на тех же цифрах, которые были. Она у нас и так намного ниже, чем Российская Федерация. Но она остается смертность. От чего у нас в основном вообще умирают ВИЧ-инфицированные пациенты? Вопрос неоднозначный. Они умирают не обязательно от ВИЧ-инфекции и СПИДа. Они умирают от многих причин. Но если брать такие заболевания, как инфекционные заболевания, то у нас где-то основной причиной смертности является туберкулез. Есть такое сопутствующее заболевание – вирусные гепатиты. Это абсолютно они между собой связаны только тем, что у них пути передач одинаковые. То есть гепатит С передается так же, как ВИЧ-инфекция, но в принципе и гепатит В тоже. Еще не могу не отметить тот факт, что вообще, вы знаете, ВИЧ-инфекция – это очень серьезное заболевание. Есть вот такое последнее время нежелательное для меня явление, что ВИЧ-инфекция – это не страшно. Так вот я назову одну цифру. 57% смертности от всех инфекционных заболеваний приходится на ВИЧ-инфекцию. Вот если вдуматься в это, то должно быть всем понятно, что ВИЧ-инфекция – это страшное заболевание. Но оно не в такой степени страшное. Если человек, вот Ирина Владимировна тут говорила, да, про 27-ю статью. Если уже ВИЧ-человек заразился, то дальше он должен соблюдать то, что ему советуют наши врачи. Если он не советует, не выполняет то, что советуют наши врачи, нам очень тяжело с ним работать. Анонимно проводится обследование, скажите еще. На ВИЧ-инфекцию есть два варианта обследования. Можно обследоваться бесплатно и с паспортом. Тогда мы можем выдать заключение, что данный человек обследовался на ВИЧ-инфекцию, выдать ему анализ, и он действительно будет полноценный иметь. Можно обследоваться. У нас в центре СПИД есть кабинет, неинфекционный, а дерматрировка, где можно пройти обследование анонимно. Пожалуйста. Чтобы я, в общем-то, не советовал людям особо это делать. Каждый человек должен знать. Почему не советовать анонимно? Ну, потому что данному человеку, если будет положительный результат, все равно придется идти к нам и по новой еще раз обследоваться. Это прежде всего. Еще сейчас что мы хотим сделать? Сейчас мы хотим ввести тест. То есть, не обязательно приходить и проверяться. Я не знаю, насколько нас поддерживают. Возможно, кому-то из аптекарских учреждений это будет интересно. Этот тест проводится последнее. Примерно так же, как раньше, вот тесты на беременности были диковинкой. Помните, было же такое, да? Сейчас это уже стало повседневно. Вот я вот имею такую мысль ввести тест у нас в Чувашской республике. Для того, чтобы каждый человек через 20 минут мог проверить свой статус. Естественно, там окончательный результат. Сразу предупреждаю. Поэтому нельзя поставить. Но если там будет, значит, положительная полосочка, то надо прийти и просто перепровериться в нашем центре. Спасибо вам большое, дорогие гости, за участие в программе. А я вам напоминаю, что сегодня у нас в гостях были специалисты Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД инфекционными заболеваниями. Алексей Черваков, главный врач центра. Татьяна Скрипина, врач-инфекционист. Ирина Кочерова, заведующая отделением организационно-профилактической работы и социальной правовой помощи. И Константин Михайлов, заместитель главного врача. Спасибо вам большое еще раз. До свидания. Спасибо, что пригласили. До свидания.